День добрый, друзья мои! С добрым субботним утром! У кого-то уже день, может быть даже уже и вечер. Я же свое утро начинаю сегодня с вами, потому что я дома одна, и вот решила свой утренний кофе выпить вместе с вами и немножко-немножко поговорить. Сегодня мы знаем, что 13 ноября отмечается Международный День Доброты, с чем я вас сердечно и поздравляю. Этот день впервые был учрежден в Японии в 1997 году, а годом позже, в 1998 году, уже на первой конференции в той же Японии, собрались многие страны, Англия, Австрия, Канада, Франция. И вот тогда этот день и был установлен. День этот, конечно, служит в первую очередь для того, чтобы объединить многие страны, народы, несмотря на то, что разница в культуре и языках, но чтобы не было у нас в странах мира какого-то разногласия, которое существует сейчас и с каждым годом, с каждым днем оно как-то все сильнее. Так вот, эта организация и способствует тому, чтобы объединить как можно больше стран, ведь только добром можно устранить вот эти разногласия, которые существуют до сих пор и еще, конечно, будут и будут существовать. А вот в России этот день отмечается с 2009 года, да. Тогда в Москве на Манежной площади ровно в 11 часов люди, собравшиеся вот на этой самой площади, может быть, даже кто-то из вас в тот год был в Москве и был среди вот этих людей, так вот люди встали в круг, взялись за руки и, ну вот, образовали как раз этот круг. А в центре круга был такой глобус с часами, своего рода символ того, что Россия вот со временем, но присоединилась к этим странам, которые уже отмечают этот день. Ну, в первую очередь, конечно, это посыл того, что в любое время, в любой день всегда можно делать свои добрые дела, не ждать какой-то определенной даты, ну или еще что-то, что каждый из нас может каждый день делать какое-то, пусть даже самое маленькое, но доброе дело. Сейчас это сделать, это, допустим, присоединиться к этой организации гораздо проще, потому что у каждого из нас есть интернет, и мы можем это уже сделать. Но даже не являясь участником вот этой организации всемирной, дело каждого из нас именно внести свое добро в каждый день. И рядом с каждым из нас всегда есть кто-то, кто нуждается в нашей теплоте, в нашей доброте. Может быть, у кого-то из вас рядом живет старый человек, сосед, кто не может сам сходить в магазин, сделайте это за него. Вот это и будет уже ваше участие. Вы знаете, вот есть же слова «Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо, и за красивое спасибо услышавшего тебя рядом». Я считаю, что добро, оно тогда и есть добро, когда мы в ответ не ждем. В общем, нету такой вот границы «ты мне, я тебе». Знаете, вот я когда, например, иду по улице и вижу человека, сидящего на тротуаре, мне всегда их искренне жаль. Я не могу пройти мимо, чтобы не положить в протянутую руку какую-то, пусть самую маленькую, но денюжку. Я сколько раз тоже уже слышала, Галя, зачем ты это делаешь? Человек просто спустит эту денюжку не туда, куда надо. Вы знаете, а я вот никогда не думаю о том, куда пойдет моя денюжка. Я протянула помощь в протянутую, просящую по помощи руку. Мои хорошие, вы знаете, в последнее время в странах проходит очень много исследований именно, насколько мы добры и как вот эта доброта влияет на продолжительность нашей жизни. Вот у нас во Франкфурте тоже проводились такие исследования, которые длились не один год. Были наблюдения за людьми, за большую группу людей, которые вот в душе добры и живут, а доброту всегда видно. Эти люди улыбчивые и здороваются, и у них дома животные, ну и как-то так. И они даже на улице добры к другим идут и как-то вот улыбаются. Есть другая категория людей, которые просто так свою улыбку никому не подарят. И живут эти люди как-то больше в каком-то стрессе. И они постоянно для себя ищут какие-то то болезни, то, значит, эти нехороши, те злые. Вот мне соседам не повезло. В общем, какие-то вот так ворчат. И за этими людьми вот так было наблюдение. И оказалось, что люди, вот которые именно по отношению к другим добры, они живут гораздо дольше. Даже если хоть у них есть какие-то такие вредные привычки. Допустим, куря, да? И люди, которые в постоянном стрессе, у них продолжительность жизни гораздо короче. Может быть, сейчас кто-то из вас скажет, ну что за ерунда, но я вот вам говорю то, что я читала, то, что я слышала. У людей, которые живут в постоянном стрессе, у них вырабатывается вот этот гормон кортизол, который очень вредит нашему организму. И есть гормон радости. Я вот сейчас этот гормон забыла, как называется. Ну, это и не важно, не столь важно. Знаете, вот, допустим, человек, который, ну вот который в силу своей профессии, ему надо много улыбаться. Но держать улыбку на лице, это тоже своего рода стресс. Потому что придя домой вечером, после работы, человеку действительно уже не хочется не смотреть добрый фильм, ему не хочется уже отвечать на какие-то вопросы, потому что вот эти именно мышцы на лице и так в течение всего дня были просто так натянуты. вот, и еще, мои хорошие, я как-то вот в последнее время часто думаю о том, какова моя миссия вот на этой земле. Вот почему-то стал вот этот вопрос у меня возникать. Может быть, и вы задаете себе вопрос этот. Хорошо, если ответ уже у вас есть, вы конкретно знаете, для чего я живу. Я сейчас не о том, что вот я женщина, я для того, чтобы родить ребенка. Это все понятно. Но ведь есть семьи, где нет деток. Тогда как? Как тогда ответить себе вот на этот вопрос вообще? В чем моя миссия на этой земле? И вот мне кажется, как раз вот миссия должна быть связана с добром. Что-то оставить после себя такое, когда тебя будут вспоминать добрым словом. Не за то, что, да, жил когда-то вот здесь такой-то, такой-то человек, а действительно будут вспоминать твои добрые дела, твою какую-то помощь, твое доброе слово, о котором мы вчера тоже говорили с вами. Или вот, например, знаете, возьмем профессию учителя. Человек скажет, ну вот это моя миссия учить детей. Но надо задуматься о том, что если тому же учителю с вечера приходят такие мысли, о, боже мой, мне завтра идти на работу, к этим непослушным деткам, как я устал или еще что-то, ну, что делать, пойду, ведь это моя миссия. А то мне кажется, что это не ответ на тот вопрос, в чем моя миссия. И в то же время, если человек знает, зачем я живу, что я оставлю после себя, тогда многие-многие вопросы отпадают сами по себе. Я не знаю, может быть, вот я сейчас так наговорила, вот все так не запланировано, но просто захотелось мне с вами поговорить. Что вы по этому поводу думаете, пишите, поправьте меня, если вот где-то я, наверное, не права. Ну, это вот мое видение такое. У каждого же оно свое, конечно. Я говорю вот, ну, как в целом, ну, и в то же время больше о себе. Добрые дела. Мы каждый день можем оставить в дне свое доброе какое-то дело. Может быть, сходить в детский дом вот к этим брошенным деткам, поводить с ними хоровод. Сейчас это тоже очень приветствуется, когда волонтеры приходят в детские дома или в дома престарелых. Если нет возможности помочь как-то финансово, то просто посидеть со старым человеком, погладить его за руку, принести какой-то маленький подарок, может быть, даже те же самые пирожки. Вот это и будет наше доброе дело. Несмотря ни на что, мои хорошие, я вам желаю доброго, доброго дня. Я вам желаю доброты вашей душе, Божьей благодати. Я не знаю, я, может быть, это видео и не выставлю, как бы сейчас поговорила с вами, и хорошо. Я вас обнимаю. Берегите себя и своих близких и всегда помните о том, что добро только тогда добро, когда мы не ждем ничего взамен, а просто это добро делаем и оставляем после себя. Пусть день у вас будет замечательным и добрым. Пусть день у вас будет замечательным и добрым. Пусть день у вас будет замечательным и добрым.